Дебошир в погонах Сначала между правоохранителем и несколькими отдыхающими Затем подключилась охрана клуба Оказалось, полицейский Песной был пьян На фотографии замначальника долгинцевского отделения полиции Руслан Песной Сразу после инцидента, который произошел в ночь на 5 августа Все началось на танцполе клуба «Святошин» К танцующему правоохранителю, который был не при исполнении Подошли несколько отдыхающих и предложили сделать фото Полицейскому в буквальном смысле наставили рога Господин Песной увидел снимок, после началась драка В драку вмешались охранники клуба Они избили ногами высокопоставленного полицейского И по словам родственников Песного даже применили слезоточивый газ Родители правоохранителя уверяют, это была провокация А парни, которые предложили сделать совместное фото, знали о его должности Когда он оттолкнул одного охранника, что все-таки, куда же вы меня выталкиваете, а те остаются Ему сразу нанесли первый удар, который он, здоровый мужчина, отлетел на 6-метровую длину Туда в середину толпы, он сразу падает И когда он упал уже сразу, его начали бить ногами Это бойня называется, потому что у человека побита настолько голова Настолько заплыло лицо Ему сегодня делали МРТ Дальше будет там ответ Сотрясение мозга он сейчас лежит На место вызвали патрульных На замечания инспекторов Руслан Песной не реагировал А одного из копов попытался ударить В области начали служебную проверку по факту драки с участием высокопоставленного правоохранителя Дело Песного даже взял на личный контроль глава НАСПолиции Украины Сергей Князев По результатам разбирательств, замначальника Долгинцевского отделения полиции решили уволить Оскільки ця особа належить до керівної ланки І ця справа не була резонансом Вона одразу була взята на контроль головою НАСПолиции Було розпочато службове розслідування, службова перевірка Його самого було відсторонно від виконання обов'язків І ось буквально за 30 хвилин до нашої з вами зустрічі Мені повідомили, що за результатами проведеної службової перевірки Ця особа буде звільна з лав органів внутрішніх справ За відсутність морально-етичних норм І за дискредитацію звання співробітника поліції Отмечу, Руслан Писной – родственник Василия Писнова, генерала СБУ Того самого, которого народний депутат Владимир Поросюк ударил ногой Также из собственных источников Первого городского стало известно Это не первый случай хулиганского поведения правоохранителя Но ранее ему удавалось уходить от ответственности Бывшего судью Сергея Водопьянова убило током в собственном подвале Трагедія произошла утром 9 августа в частном секторе Покровского района В доме экс-служителя Фемиды затопило подвал Мужчина спустился в помещение, чтобы выключить насос для откачки воды Произошло короткое замыкание, и его ударило током Родственники Сергея Водопьянова вызвали скорую помощь Но спасти бывшего судью не удалось Мужчине было 62 года Мать была дома, услышала крики, прибежала Он сильно закричал и упал на спину Он как раз воткнул в розетку Насос, и она быстро вытянула Пыталась ему оказать помощь, но Ничего не получилось Скорая приехала минут через 15 И они не захотели даже заходить туда Потому что боялись, что поразит током Хотя мы отключили полностью, обесточили дом Напомню, судья Сергей Водопьянов Несколько раз получал дисциплинарное взыскание От высшей квалификационной коллегии судей Украины Кроме того, наши источники сообщают У Водопьянова было больше всего обжалований в апелляционном суде Среди всех криворожских служителей Фемиды И очень часто высшая инстанция становилась на сторону потерпевших В дежурную часть Покровского отделения полиции Поступило сообщение об обнаружении трупа С признаками поражения электрическим током Выездом следственно-оперативной группы на место Было установлено, что труп без признаков насильственной смерти На сегодняшний день труп направлен в морг Криворожского бюро СМЭ Данный факт, материалы внесены в единый реестр досудебных расследований Проводится следствие Боец из Кривого Рога погиб на военных учениях Еще пятеро ранены Трагедия произошла днем 4 августа на полигоне в Киевской области Военнослужащие проводили тактические учения с боевой стрельбой Бойцы произвели выстрел из крупнокалиберного миномета В результате взрыва боеприпаса погиб криворожский военный Еще пятеро участников стрельбищ получили ранения По факту случившегося открыто уголовное производство За неосторожное обращение с оружием Также ведется служебное расследование Мужа депутата горсовета Ольги Бабенко хотят объявить в розыск Игорю Бабенко заочно вручили подозрение в преступлении Если он добровольно не явится в суд для избрания меры пресечения Его доставят туда под стражей Отмечу, Игорь Бабенко вместе с супругой Эксбютовкой Ольгой Бабенко являются Учредителями строительной фирмы Крост Компания неоднократно выигрывала Тендеры на ремонт и реконструкцию объектов города 17 мая на этом предприятии провели обыски Параллельно следователи из Днепра и Киева Работали в доме Читы Бабенко А также в горсовете Обыски связаны с делом о растрате денег Из местного бюджета Генпрокуратура подозревает в этом Высокопоставленных чиновников горсовета А также руководителей нескольких подрядных фирм С которыми были заключены договоры Ранее был объявлен в розыск Первый вице-мэр Евгений Удот В последний раз он появлялся на рабочем месте Больше трех месяцев назад Также отсутствует на сессиях горсовета И бывший лидер Криворожской батьевщины Ольга Бабенко Ножом в живот Житель поселка Авангард получил удар ножом И оказался в больнице По предварительной версии конфликт произошел в ночь на 9 августа Между пьяными и местными жителями якобы завязалась драка Один из них получил ножом в живот Такую историю рассказал сам пострадавший, когда был пьян А после того, как протрезвел, уверял Ранил ножом себя сам, потому что испугался кошки Именно так отметил день связиста бывший пограничник Андрей Сначала выпил дома, а после решил искупаться в затопленном карьере По дороге встретил таких же пьяных мужчин Отдохнуть не вышло, словесная перепалка закончилась дракой Андрей получил ножом в живот Пострадавшего доставила скорая в третью горбольницу Хирурги провели операцию на поврежденном кишечнике Врачи говорят, состояние больного стабильное В час ночи был доставлен пациент в состоянии алкогольного опьянения С ножевым ранением Был взят в ургетном порядке в операционную Прооперирован Во время операции выявлено повреждение толстого и тонкого кишечника Тонкий и толстый кишечник были ушиты В принципе, оперативное лечение перенес нормально Послеоперационный период стабильный Ну, будем надеяться, что выживет, все будет нормально 46-летний экс-пограничник живет вместе с матерью в поселке Авангард Женщина рассказывает, после драки сына привел домой его знакомый, тоже местный житель Несмотря на серьезное ранение, мать Андрея уверена, до свадьбы заживет Я пришла, а они сидят в одежде, я уже такая, дорогая, заживая Соседи рассказывают, в доме семьи Каневских Их часто собираются шумные компании Пьяные гости дебоширят и мешают спать жителям поселка Сам Андрей не помнит, кто его ударил А вот сосед Григорий уверен, это был его сын Ранее судимый житель поселка Авангард После ночных гуляний Андрей отрезвлялся долго Похмелье прошло и он рассказал совершенно другую историю Говорит, резал арбуз и испугался кошки Оттого ранил ножом сам себя Как бы там ни было, а заявление в полицию пострадавший не написал Попытка суицида или несчастный случай На объездной дороге недалеко от центрального кладбища Мужчина бросился под колеса легковушки Все произошло около половины 10 вечера 8 августа По словам автомобилиста, нетрезвый пешеход Выскочил на проезжую часть спиной к машине В нескольких метрах от капота Остановить старенькие «Жигули» не удалось В результате удара в легковушке смятый капот и передний бампер А также разбито лобовое стекло Пешехода с рассечением головы и подозрением на перелом таза Забрали в тысячку На месте аварии работал экипаж патрульных И следователь Криворожского отдела полиции Теперь правоохранителям предстоит установить Что же это было Попытка свести счеты с жизнью или несчастный случай Скончалась в больнице Утром 7 августа в тысячке умерла тренер по фигурному катанию Таисия Чумак Девушка занималась с детьми на ледовой арене в Металлургическом районе Напомню, 2 августа фигуристку сбила маршрутка на Суцгороде По словам очевидцев, микроавтобус решил проехать перекресток на красный свет Пешеход вышла на проезжую часть в наушниках И, вероятнее всего, просто не посмотрела по сторонам От удара девушка головой разбила лобовое стекло маршрутки С рассечением и множественными ушибами пострадавшую забрали в тысячку Там она находилась в реанимации Пожар в пятиэтажке В доме по улице Содружества горел мусоропровод Все случилось 8 августа около 5 часов утра Как предполагают жители, неизвестные подожгли мусор на первом этаже А, возможно, даже бросили гранату В результате пожара разорвало трубу мусоропровода А стекла в подъезде выбило Горожане говорят, огонь охватил входную дверь в подъезд Запах дыма чувствуется даже в квартирах Сотрудники управляющей компании, которая обслуживает дом, уже убрали мусор в подъезде На месте происшествия работали спасатели По словам местных жителей, огонь удалось потушить быстро Трубу разорвало полностью Осколки летели в разные стороны Вот и все Там пламя было, видимо Труба накалилась, а пламени некуда было деться И, наверное, вот эта труба и рванула С пистолетом в магазин На улице Петра Колнышевского мужчина угрожал продавцу оружием За то, что та не хотела продавать мясо клиенту Оказалось, в небольшом магазинчике торгуют только овощами и фруктами Мясной продукции в нем никогда и не было Но нетрезвому покупателю срочно понадобилась свинина Чтобы достичь своей цели, решил пригрозить продавцу оружием Один из очевидцев задержал злоумышленника и вызвал на место полицию Во время общения с буйным покупателем установили, он ранее судим Документов на оружие у мужчины не оказалось Теперь ему грозит уголовная ответственность за незаконное хранение пистолета Наркотиков на 10 тысяч гривен 7 августа в Долгинцевском районе города в одном из дворов правоохранители изъяли 46 кустов конопли Мужчина выращивал наркотические растения у себя в огороде 2 августа злоумышленника уже ловили на продаже опия Сейчас он находится в СИЗО Мужчина признал за полицию, что выращивает коноплю дома Объяснил, что для себя Правоохранители провели обыск и изъяли наркотическое растение Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на 8 лет Було установлено, что на территории домовладения, за которым проживаю фигурант, а саме в одном из домовладений по улице Володимирске, что в Долгинцевском районе города Кривого Рога, он незаконно выращивает рослины конопли для особенного выживания Санкцией Центрального районного суду был проведен обшук данного домовладения, в ходе которого было вылечено 46 рослин конопель Ширкина 4,5 тысячи гривен Полицейские изъяли у Криворожанина 39 шприцев с наркотическим веществом Запрещенные препараты правоохранители нашли в квартире у злоумышленника во время обыска По словам задержанного, он купил ацетилированный опий для личного употребления Но почему наркотик расфасован в емкости, объяснить не смог Оказалось, 31-летний злоумышленник ранее уже был судим за квартирные кражи, а теперь понесет ответственность по другой статье В спецоперации участвовали оперуполномоченные уголовного розыска и следователь Криворожского отдела полиции Сейчас устанавливается причастность мужчины к сбыту наркотических веществ Наркоогород под Кривым Рогом Женщина вырастила на участке рядом с домом более 300 кустов манка Растения, из которых изготавляют наркотики, обнаружили полицейские в селе Новожитомир По приезду в дом злоумышленницы правоохранители обнаружили на участке более 300 кустов манка В самом жилище правонарушительница хранила 3 килограмма срезанных головок растения По ценам черного рынка находка полицейских составила около 80 тысяч гривен Злоумышленнице грозит до 3 лет тюрьмы Дана речі вона зараз направлена на экспертизу Після отримання экспертизи господарці данного домоволодіння Буде оголошено про підозру по статті 310 Кримінального кодексу України Санкція данной статті передбачає до трьох років обмеження воли Також будуть приняті заходи щодо виділення окремих матеріалів за статтію 309 Кримінального кодексу України Дякую за перегляд! Берегите себя і своїх близьких! Увидимся в ефірі главного телеканала Кривбаса!